В детстве мы мечтали полететь к звездам, покорять миры и пространство, чувствовать себя героями. Но когда настало время выбирать, оказалось, что совершать ежедневные подвиги можно и на земле. Компания Artplast тестирует новое, находит альтернативу, действует на опережение. Artplast – крупнейшее предприятие Подмосковья, лидер по производству упаковки. Круглосуточно помогает клиентам заниматься основными бизнес-процессами. Партнерство с нами – залог успеха. Artplast – стабильное производство, новые технологии, сильная команда. Здравствуйте, с вами студия Ирина Зайцева. В эфире новости. Сегодня в выпуске главные темы. Подарок к Новому году. Глава муниципалитета вручила ключи от квартир детям-сиротам. Для педиатров и терапевтов новые автомобили поступили в ЦРБ. В Серпухове дети из многодетных семей получат бесплатные билеты на новогодние представления. Лучший подарок к Новому году. Сегодня глава муниципалитета вручила ключи от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В рамках государственной программы Московской области «Жилище». На праздники побывала и наша съемочная группа. Четыре девушки в торжественной обстановке получают ключи от своих квартир. И подарки к праздничному столу, чтобы дома всегда был горячий чай. Самое главное в жизни – это что? Это свой дом. В дом, в который ты можешь прийти, где ты можешь погрустить, можешь порадоваться, можешь пригласить друзей. А учитывая, что здесь девочки сидят, наверное, самое главное, что для девочки – это семья. Сегодня у Татьяны Грицук двойной праздник. В день рождения девушка стала обладательницей собственной квартиры. Строить жизнь и решать все вопросы гораздо проще на своей жилплощади. Общее фото на память и в добрый путь уже к себе домой. Таня живет в семейном городке в Райсеменовском. Кот-брюлик на пороге ждет хозяйку. Спешат встретить Таню, Родион, Маша и Белла. Привет! Привет! Вот моя большая семья. Мама моя любимая. Вот это моя комната, из которой я приезжаю в свою собственную квартиру. Я давно мечтала стать самостоятельной. Ну и я, конечно, буду навещать еще родителей, братьев, сестер. Это моя старшая дочь. Она наша главная помощница. Много помогает нам и по дому, и с детьми, и в воспитании. Но она очень самостоятельная, целеустремленная. И я думаю, что у нее все получится. Конечно, современному нынешнему ребенку необходима квартира, потому что это будет началом жизни ее. Это даст ей толчок. Это необходимо для того, чтобы создать свою семью, на что Таня и нацелена. Она моя любимая сестра. С самого начала, как я появился в этой семье, я больше всего стал любить Таню. Ну, маму с папой тоже. В комнате много дипломов. Таня занималась балетом, увлекается бисером. Вот моя работа. Одна из самых больших, масштабных. Я ее делала очень долго. И маме она очень понравилась. В доме царит творческая атмосфера. Домашний кукольный театр объединяет большую семью. Театр у нас существует с 2012 года. Называется «Семейный театр семьи Романовых. Колосок добра». Мы ставим многочисленные постановки. Готовимся к праздникам, к предшеству, к Новому году. Сказки русские, народные. И каждый год участвуем в различных фестивалях, где занимали призовые места. Семья уже вовсю готовится к Новому году. Для Тани этот год станет настоящим годом перемен. Я иду домой. Девушка в первый раз открывает дверь собственного жилья. Улыбки сегодня не прячет. Это настоящий праздник. Обалдеть. Здесь тепло и комфортно. Хороший ремонт. Осталось расставить мебель и жить. На уютной кухне Таня обещает много и вкусно готовить. Есть плита, есть духовка. Буду печь пироги, приглашать друзей. Это не передать словами. Я очень благодарна за такую квартиру. Ведь каждому в этой жизни важно иметь свой уголок в этом большом мире. Тем более у меня большие планы на свое будущее. У меня в планах семья, дети. И мне важно, чтобы нам было где остановиться. В городском округе 30 молодых серпуховичей отпраздновали новоселье в 2021. В администрации прошло заседание Координационного совета профсоюзов. На встрече председатели первичных профсоюзных организаций обсудили с главой Серпухова актуальные вопросы, волнующие трудовые коллективы. Это расширение числа участников туристических слетов, организация комфортного и доступного детского отдыха в летний период, возобновление конкурсов профессионального мастерства. Все вопросы будут проработаны с поиском оптимального решения по ним. Реализовывать те предложения, с которыми нам приходят, здесь уже предоставить, помочь, проинформировать. Мы всегда готовы помочь. В завершении встречи Юлии Купецкой вручили знак за заслуги перед профсоюзами Московской области. Памятными подарками и грамотами были отмечены наиболее активные члены профсоюза Серпухова. За здоровый образ жизни, насколько эффективно в системе образования муниципалитета ведется работа по профилактике употребления запрещенных веществ, обсудили сегодня на заседании антинаркотической комиссии. К детям, которые находятся в зоне риска, повышенное внимание. Педагоги работают и с их родителями. На базе каждой школы функционируют службы медиации и психолого-педагогические консилиумы. Привлекают к сотрудничеству активные специалисты из центров «Юность» и «Шанс». Профессиональное психологическое сообщество «Точка роста», служба содействия семье и детям, аналитут по грамме для экстренного консультирования, созданные на базе Центра «Шанс» и Досугого центра «Юность», стали хорошим подспорьем в работе по совершенствованию профессиональной и межведомственной коммуникации по вопросам психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождения детей, подростков и от научно-методического оснащения специалистов-психологов и социальных педагогов, работающих с детьми группы риска. В течение года в рамках «Единого дня профилактики» в школах для детей проводятся лекции, беседы, акции, тренинги, спортивные мероприятия. Для педагогов семинары, круглые столы. Проводились антинаркотические месячники, в рамках которых сотрудниками отдела общественной безопасности совместно с активистами молодежной организации «Молодая гладь и единая Россия» проведены рейды «Я против Яда». В рамках акции были обследованы фасады домов, заборы и иные поверхности на наличие номеров телефонов и интернет-адресов лиц, рекламирующих продажи наркотических средств. Важно повысить эффективность работы по профилактике здорового образа жизни. С этой целью сегодня на заседании антинаркотической комиссии сформировали комплекс мер и план работы на следующий год. Доступность медицинской помощи в приоритете. Для улучшения работы участковой службы в Серпуховскую ЦРБ летом поступили первые 4 легковые машины. На днях появились еще 6 новых автомобилей. У нас в ЦРБ 3 взрослых подразделения, 4 детских и 11 амбулаторий. Помимо этого у нас еще большое количество ФАПов, отдаленно расположенных по территории городского округа Серпухов. Естественно, мы каждую медицинскую структуру свою хотим обеспечить автомобилям, для того, чтобы медицинская помощь своевременно оказывалась нашим пациентам. Особенно актуально это сейчас сезон простудных заболеваний, когда нагрузка на поликлинические отделения растет. Автомобили для участковых терапевтов и педиатров выделены в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена президентского проекта здравоохранения». Конкурс за звание лучшего педагога городского округа продолжается. Учителя и воспитатели встретились за круглым столом комитета по образованию. Рассказали о своем опыте и ближе познакомились друг с другом учителя и воспитателя городского округа Серпухов в рамках заключительного этапа конкурса «Педагог года». Конкурс очень понравился от многих коллег. Увидел некоторые фишки, которые буду в повседневной жизни также использовать. Также познакомился с разными людьми, разной специфики. С новыми детьми поработала. Тоже очень хороший опыт. Очень необычно. Мы привыкли к своим детям, уже знаешь своих детей, как с ними себя вести. А вот это вот проведение занятия с чужими детьми из другого детского сада – это такой опыт, это такой адреналин. И ты чувствуешь свои силы. На круглом столе обсудили разные ситуации, которые возникают в педагогической практике. Главным вопросом стала цифровизация в учебных заведениях, ее плюсы и минусы. Создание условий для развития личности ребенка также затронули на мероприятии. Я поняла одно, что наше образование в надежных руках. Все молодцы без исключения. Все личности, все творческие педагоги, все молодые, красивые, активные. Конкурсы педагогического мастерства проходят в нескольких номинациях «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют» и «Воспитать человека». Имена победителей станут известны уже 21 декабря. В Серпухове дети из многодетных семей получат бесплатные билеты на новогодние елки главы городского округа. Всего это почти 3,5 тысячи ребят. Билет можно получить в молодежном центре «Патриот» в будние дни с 10 до часа и с 14 до 16.00. При себе нужно иметь удостоверение многодетной семьи. Билеты будем раздавать ориентировочно до 26-27 числа, так как с 28 числа начинаются уже непосредственно эти спектакли. Представления пройдут во Дворцах культуры России и «Сток» в Серпуховском музыкально-драматическом театре и во Дворце спорта «Надежда». По этому билету можно будет выбрать любой спектакль в определенную дату. Малыши и их родители ждут на новогодних каникулах и в парке отеле «Русский». Федерация бокса России совместно с Центром прогресса бокса с 29 декабря по 9 января с 12 до 19 часов проводят благотворительную сказочную новогоднюю елку «Рождественская сказка Федерации бокса России». В программе каток, ледяные горки, полевая кухня, рождественские мастер-классы, спектакли, батуты, полоса препятствий, надувной ринг, контактный зоопарк, катание на лошадях и оленях, а также упряжках с хаски, русские забавы, тематические фотозоны, лазер-так, гигантский бокс, рождественский вертеп, дом Деда Мороза, избушка Бабы-Яги и многое-многое другое. Каждый ребенок сможет получить сладкий подарок и пообщаться с Дедом Морозом. Гостями «Рождественской сказки» станут лучшие боксеры и самые известные артисты страны. На мероприятия также приглашаются дети из детских домов, интернатов и малообеспеченных семей. Все аттракционы, представления и подарок на бесплатной основе. Вход свободный. Для получения подарка необходимо зарегистрироваться на сайте, адрес которого вы видите на экране. Подъезд – это лицо дома, и оно должно быть красивым и ухоженным. В этом убеждены жители 110-го дома по улице Советской. Наша съемочная группа побывала там, когда жители готовились к предстоящим праздникам. Вначале на четырех подъездах дома, словно по мгновению волшебной палочки, зажигаются новогодние гирлянды. И все это волшебство – дело рук самих жителей, которые знают простую истину. Какие мы, такой у нас и подъезд. И это не просто красивые слова. В 2019-м дом 110-й стал призером областного конкурса «Лучший подъезд». Новый год у нас как бы несет чудо в дом. Поэтому хочется, чтобы чудеса сбывались, чтобы начиналось настроение с подъезда. Соответственно, человек заходит, и у него сразу ощущение праздника. Поэтому да, мы каждый год стараемся, людям делаем приятное. Люди оценивают, причем участвуют сами они. Гирлянды, елку, мишуру, новогодние наклейки – все главные атрибуты праздника приносили сами жители. В приятном процессе украшения, конечно же, участвуют и дети. Вот так, меньше чем за полчаса, сказочно преобразился первый подъезд. А на очереди еще три других. Все, кто приходит к нам в подъезд, наши друзья, все удивляются, что у нас такая красота, такая чистота, и что неужели такое бывает. Такое может быть в каждом многоквартирном доме, когда собственники квартир заботятся не только о своей личной жилплощади. Правила совместного проживания в многоэтажке разрабатывали на общем собрании жильцов, чтобы им четко следовать. Курить нельзя в нашем подъезде, после 11 шуметь нельзя в нашем подъезде, в часы тишины с часа до трех. Это у нас уже все знают, никто не проводит какие-то ремонты, шумные работы, выходные дни, и вот в часы тишины как бы. Ну, все уже придерживаются этих правил. Капитальный ремонт в доме проводился два года назад, а подъезды и фасад выглядят, словно красили вчера. Как вам удается сохранить эту красоту? Ну, я думаю, стараниями проживающих, потому что люди ценят то, что у них есть, стараются беречь, потому что делали все вместе. Ну, в доме ведь много подростков, никто не пытается. Ну, пытаются, но как-то быстро все это проходит, потому что им приходится брать баночки, брать кисточки и самим потом это все восстанавливают. Помогают содержать чистоте и порядке лицо дома и установленные в подъезде камеры видеонаблюдения. Мы много по ним видим и хорошего, и плохого, естественно. Потом людям говорим о минусах, о плюсах. Поэтому даже бывало, что воровство ловили людей, у нас велосипеды воровали в подъезде, и ловили, людям возвращали. А как выглядит ваш подъезд накануне новогодних праздников? Так же нарядно, как и в 110-м доме? Напоследок председатель ЖСК Екатерина Панова резюмирует и напоминает. Какой у вас подъезд? С таким настроением вы выходите утром из дома и с таким настроением возвращаетесь к себе в квартиру. Сразу две бронзы завоевали серпуховские спортсменки на командном первенстве в Московской области по настольному теннису среди юношей и девушек в Орехово-Зуево. В соревнованиях приняли участие более 50 коллективов из 12 городов и районов Подмосковья. Юноши до 13 и 16 лет уступили в поединках за третьи места. Зато не подкачали наши девушки. В турнире участниц до 13 и до 19 лет серпуховички выиграли бронзовые награды. Лучшую игру и волю к победе в составе наших команд показали Дмитрий Коротков, Анна Куранова, Мария Кондрахина и Виолетта Прохорова. Тренируют теннисистов Светлана Грабилова и Оксана Агудалина. Пациенты в полной безопасности и под контролем врачей и инструкторов. В центре восстановительной медицины, который расположен на проезде Мишина, проходят реабилитацию люди с самыми разными диагнозами. О конкретных примерах восстановления здоровья и возвращения к полноценной жизни без лекарств наш следующий сюжет. Перед занятием очередной прием врача и осмотр поврежденного коленного сустава. Сегодня пациентка уже не жалуется на острую невыносимую боль. Может смело наступать на ногу. Сейчас болезненности меньше, чем было. С сегодняшнего дня в зале занимаетесь без ортеза. И дома тоже можете обходиться без него. Фиксация ортеза больше не требуется. Пациент идет на полную поправку. Три с половиной месяца назад Анне Соколовой поставили диагноз. Частичный разрыв боковой связки коленного сустава. Травму получила дома, случайно, играя с ребенком. Куда обращаться за помощью, знала точно. Только в свой центр восстановительной медицины. Здесь ежегодно проходит реабилитацию сотни людей. И конкретных примеров возвращения к полноценной жизни немало. Было назначено лечение специальными лечебными упражнениями для того, чтобы снять, скажем так, компрессию на коленный сустав, усилить кровоток, да, снять воспаление и улучшить питание. И начать лечение как можно быстрее, чтобы, в общем-то, снять болевой симптом, ну и ускорить лечение. Когда я не смогла встать, паника была. И было очень страшно, неприятно, потому что я, конечно, знаю, как это все мы лечим, да, я нам полностью доверяю, но при этом, когда это случилось со мной, было страшно, да. Я не думала никогда, что я стану пациентом собственного центра. Я знаю, как мы это все лечим, но испытать это на себе – это абсолютно другое ощущение. Без обезболивающих и лекарственных препаратов, без операций и без паники. Она оказалась пациентом прилежным. Все указания врача и инструкторов стала выполнять в ежедневном режиме. Так что процесс восстановления оказался быстрым. Было больно, было страшно, но я занималась через боль. И когда каждый день у меня были улучшения, с утра мне было чуточку легче, потом я чуть начала лучше ходить, меньше хромать, меньше было боли, отек уходил. Я поняла, что есть результат, и сначала пять дней, потом два дня перерыва, и сейчас я занимаюсь через день. Реабилитацию в центре проходит и Вера Евтушенко. Два года назад ей поставили диагноз – плечо-лопаточный периартрит. Это дикие боли в плече и невозможность поднять руку вверх. Никакие уколы не помогали. И тогда Вера приняла решение бороться с болезнью активно и бодро в центре восстановительной медицины. Я руку эту восстановила, и вот она у меня теперь, вот, вот, вот. И я не чувствую никакой боли. Лимфа была нарушена, конечно, какие-то недоразумения, высыпания были на теле, на коже. Вот то, что я рекомендую, когда сюда хожу, вот всем говорю, что это центр, вот в этом именно помогает. Стрессы, вот эта лимфа, которая убирает это самое, и боли, вылечивается до конца. Вера признается, что сейчас чувствует себя счастливым человеком. И лечение специальными упражнениями в центре она продолжит и дальше. Тем более, что в период введения ограничительных мер центр не закрывается, а работает в привычном режиме с соблюдением всех мер безопасности. Мы не фитнес-центр. Мы занимаемся реабилитацией. И у всех пациентов есть курс лечения. И мы не можем приостановить этот курс лечения ни в коем случае. Правильно и вовремя поставленный диагноз, правильно назначенное лечение движением – залог выздоровления и избавления от боли самого разного плана. В центре восстановительной медицины работают специалисты, которые знают, как кинезиотерапия творит чудеса. Здесь уже и немало пациентов, которые эти чудеса испытали на себе. Анна Соколова не просто избавилась от боли, уже и полностью вернулась к привычному образу жизни. Она снова бегает на стадионе, с легкостью преодолевает несколько километров. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Еще больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте, на сайте администрации и в социальных сетях. Будьте в курсе событий, не приключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Натяжные потолки от студии «Парсек». Доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога вы можете заказать по телефону 76 48 48, код города 49 67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова